Помню, вообще бешеный Йорр Спирит у него, очень серьезный был. Но Йорр Спирит они обычно брали в комбе типа с Дарк Сиром, что-то подобное. Так что Зетфрик он умеет. Ну и да, это не герой Ханскина. Ханскин это Дезераптор, больше я не знаю. Ханскин Рубик, Ханскин Дезераптор, Ханскин Даззл, вот это все его персонажи. А еще Вич Доктор, потому что Вич Доктор это тот самый герой, на котором все умеют. Даже если ты не умеешь играть в доту, ты можешь сыграть на Вич Докторе. Поэтому я и был на замене. На Вич Докторе ты играл? Ну если что, я мог бы сыграть на Вич Докторе, если бы надо было. Стабильная игра на Вич Докторе от Ивана Факера Демгера. И это мемис на Лайфстилере. Напоминаю, что на нем он еще вроде не показывался на этом турнире. Самое время показать, продемонстрировать. Леон Лайфстилер очень неплохая на самом деле инфестбомба. То есть если Леон получит достаточно быстрый даггер, он может очень агрессивно действовать по карте и вместе с Лайфстилером. Прыгать, убивать такие соус-праги. Ну так как бычь не работает. Не работает. Не работает. Если ты не OG. Очень долго блин просто. Ну да. Если ты не OG, конечно. И на девятой минуте у тебя не появляется Леона даггер. Но тут вряд ли, вряд ли, конечно. Хотя, кто его знает, может быть тот парень, который CC. CC. TV 6. Или MGV. Итак, минус Timbersoul, минус Batrider. Все спокойненько. Никто никуда не спешит, нервничает. Да, тут все действительно очень спокойно. Комплексити, конечно, открывает свой пик-то поинтереснее немножко, как во мне. Потому что, ладно, Рики, я его не люблю, зато я бестмастера люблю, но Лайфстилера я тоже не очень люблю. То есть вот какое дело. Ну и можно обратить внимание, что на самом деле у нас, ну в той же Европе, отпали что Рики, что Лайфстилер. То есть их не берут ни на первый пик, ни на второй, ни на пятый, ни на десятый. Вообще не берут. Потому что другие вообще приоритеты уже пошли у команд. Другие герои. Кастрюли, например, на ФП уже там заезжает Альбертай. Потому что Лайфстилер уже надоел реально на первую стадию. Ну его контру к нему нашли, вспомнили, это старое. А Рики, ну посмотрели демо-версию, как контрить Рики. Поэтому я думаю, он тоже ушел. Ну реально Рики Мару это не герой первого пика. Куда ни денешься. Баунти Хантер тоже он выпал. У нас тоже заходил этот Баунти Хантер, что оказывался в бане постоянно в первой стадии. Но потом тоже ушел. Да, в момент, когда появился только ПАЧ-687, по-моему, Хантер был очень счастлив. Инвизир умер и просто уходят. Но Рики здесь на самом деле хорош против этого Лайфстилера, если они хотят его гангать. Все, Ханскена ограбили на героя. У него теперь нет героя. Он такой, блин, парни, мне нужен какой-то другой персонаж. Что вы посоветуете, что взять? Непонятно. Ну сейчас, я думаю, будут забирать как раз героя для Ханскена, чтобы не открывать корроли. Да. Скорее всего. Ну что там остались? У нас Вич Доктор, остался Рубик, Винтер Виверна. Ну вот, собственно, это какая-то к вопросу о Лайфстилере. Очередной персонаж, который очень жестко его контрит всеми подряд возможностями и сует в курсу прямо в рейдже. И заставляет бить без рейджа своих. Это куча дизейблов, куча всего. И еще и от фокуса защищает своих. Это тоже очень круто. Лайфстилер вообще ненавидит такое. Ну и FDLS хочется посоветовать, конечно, уходить еще в коров и, возможно, даже Лайфстилера ставить здесь в хард, как это делают некоторые команды иногда в такой ситуации. Просто потому, что он бесполезен. На самом деле здесь комбинация. Вот Ластилер и Леон и то же самое, что Ластилер и Лина. Это очень хорошо работает против Винтера Виверна. Если будет какой-то хороший фокус по цели, то нужно моментально прятать эту цель в... Прятать? Кокон. В кокон. Ледяной кокон. В Виттерс Керрс. Ой, Керрс. В Колден Брейс. В Колден Брейс, да. Либо Леон сразу дает свой прокаст и просто добьет эту цель. Ну, все верно. Все верно ты говоришь. Нейчерс Профит, но это все-таки Керри и Лайфстилер. Нейчерс Профит пойдет в сложный коридор. Скорее всего. Если это, конечно, не какие-то очередные изобретения. Мы же видели от американских команд. Там Фурион. Что они могут. Там Джекер на ФП, потом Абаттон. Это все. Тот самый Джекер, без которого не мог обойтись тот пик у команды Вультур Гейминг. Ну, это очень. Но вокруг него просто он строился. Он строился просто вокруг него, поэтому вдруг что. Я видел ППД, на его лбу был пот. Он очень переживал. Так. Ну, что там у нас? Комплексити-то о себе думают. Соответственно. Что они о себе там думают? Ну, что они там, да, думают. Это Джиггернаут. Не думают о себе Джиггернаут. Кстати, Чесси хорошо, очень хорошо играет на Джиггернауте. Мы это видели и не раз. Да, так что я просто сейчас тут консультируюсь быстренько с дату-бафом, чтобы быть в курсе событий. Да, Джиггернаут частенько заезжает у ребят. Более того, иногда у них даже появляется Джиггернаут в миде и еще кэре. Что-то типа Медуза был, например, последний пик против ЕГЭ, который они проиграли. Бывает у них иногда Лондруид. Ну да, они очень любят Джиггернауту. Очень любят Лайфстилера. Соответственно, Лайфстилер у врага. Джиггернаута забирают сами. И рады жизни. Тут все герои против Лайфстилера. Им очень здесь сложно будет. Нужно обязательно брать второго керри на FDL на мидал. Потому что Лайфстилера... Каждый герой, на которого не посмотришь, он контрит его. Да, но здесь неплохая ситуация. Потому что если сейчас на комплексе возьмут еще Кора, и будет понятно, что Джиггер в миде, можно смело ставить Лайфстилера, например, вообще в мид. И не обламываться, брать тоже какого-то Кора. Лайфстилер против Джаггера в миде, это, конечно, похоже на какой-то лютый паб. Но, тем не менее... Да нет, на самом деле неплохо. Он его там убить не может. Они стоят вместе, фармят. Это нормальная ситуация. Они там абсолютно раундом. Если даже Рикки придет, поставит свою тучу, то они ему снимут максимум пол хп. Просто потом прожмет рейдж и убежит. Ну да. На месте FDL я бы думал в этом ключе сейчас, потому что нужно избавляться как-то от единственного Кора. Ага! Нет, это все-таки Кэрри Джиггернаут и Тамбларка в миде. Ну, что ж. Еще один герой против Лайфстилера, который очень хорошо его пробивает со своего бешеного количества дэмэджа. Да, Лайфстилер здесь не жилец. Нам нужен персонаж в мид, который все это исправит. Который исправит нам ситуацию, который починит пик. Это может для Мимис. Боже мой! Это на самом деле может быть и даже Вайпер. Играть через 3-кора. У тебя будет Нейчерс Профит. Вайпер, Танк, Сэмикерри и Лайфстилер. Вайпер нравится. По-моему, здесь очевидный Джекки Роуз. Нет, Вайпер хороший. А это очевидный Фантом Лансер. Кстати, слушайте, может быть не очень приятно Джиггернауту прыгать по куче Фантом Лансеров? Безусловно, не очень приятно. Но ты знаешь, честно сказать... Ну нет, рабочие. Работать можно. Работать можно таким пиком. Работаем, работаем, ребят. Итак, матч Friendship, Dedication and Love против команды Комплексти начинается прямо сейчас. А мы передаем слово Майлшторму и Гатханту. Нет, не передаем им, потому что у нас уже вырываются Виталий Волочай и Рустам Мавлютов. Вам слово, ребят. Просто вот извертился, вышел такой прям. Причем мне кажется, что он заготовил это, но сделал типа случайно. Да, да, но выглядел классно на самом деле. Опытный, опытный. Да, спасибо, Иван. Спасибо нашей студии-аналитике и Михаилу в частности. Добрый вечер, ребят. Американские квалификации. Кто же еще лучше разбирается в американских квалификациях, чем мы с Рустамом? Никто. Мы их обследовали вдоль и поперек. Вдоль и поперек. Ну и эта пара, самое интересное, потому что напомним, что Комплексти сейчас должны были быть уже на Интернешне. Но они в группе... В Идеи. Да, они в группе проиграли в ФДЛ. Был этот патч. Да, и это вот, понимаете, что сейчас это уже принцип должен сыграть. Они должны доказать, что это была нелепая случайность. Давайте смотреть. Friendship Dedication Lab против Комплексти ФДЛ, которые третьими закончили квалификации на Манил Мейджор и которые сейчас имеют еще одну возможность доказать, что они достойны поехать на какой-то лан-финал. Какой-то. Ну, это какой-то лан-финал. Короче, я сейчас выбираю рандомно, сейчас даже не читаю, что это такое. А я вот решил заморочиться. Ну, подожди. Давай, давай, давай. 44. Давай, все. Я рандомно выбирал. Посмотрим. Посмотрим, кто больше угадает. Рустам думает, я не думаю. Shout out to Memeus. Because they are the only thing that keeps me going, пишет Bin. Действительно, Bin придет привет мемчикам, потому что он считает, что мемчики — это единственное, что позволяет ему жить, быть все еще в игре и доказывать. Да, мы тоже любим Memeus, а это один из наших любимых игроков. И мы за него болеем и переживаем. Но, если честно, если бы меня заставляли на эту игру поставить деньги, я бы даже под дулом пистолета не поставил на FDL. Ну, вообще, на самом деле, самый, наверное, решающий фактор в этом плане это best of three, а не best of one. То есть мы знаем, что FDL переиграли, комплекс террасочек, но это было best of one. И многое следует на то, что рулетка, все дела, могут приключиться абсолютно все, что угодно. Но здесь best of three, я уверен, что комплексы действительно должны разобраться своему поняту, но только потому, что они действительно фавориты, у них больше опыта, стабильный состав. Смотрели мы с тобой первый день квала и помнишь, в комплексе там ни шатка, ни валка играли. У них были проблемы с void boys, они проиграли у FDL. У них что-то было не так, но вчера, когда они просто растоптали сначала EG, потом изничтожили DC, да, в переигрывке они проиграли у EG, но комплексе набрали уже вот эту вот маху и мне кажется, что FDL второй раз переиграть их ну никак не получится и если и надеяться на попадание на интернешнл со второго места в этой квалификации, то наверное FDL нужно думать в первую очередь о том, чтобы переиграть Digital House, а не комплексе. Напомню, что вторым полуфиналом будет как раз таки играть Digital House против Void Boys, против Void Boys, которые на этих квалах были уже на грани дисквалификации, потому что на одну игру они вообще не явились как раз таки на матч против DC в группе. Так что там тоже интересно. Грамотно задоджили называется. Грамотно задоджили не полили страты перед плей-офф. Да, а сейчас в полуфинале они покажут, что они там готовят. Ну посмотрим мы на этот матч чуть позже. Сейчас у нас, конечно же, FDL комплексы. Первая карта. Давайте познакомимся с персонажами. К многому катает. Так, Стэн Кинг на Леоне, Фронт сыграет на Дисрапторе, товарищ Мемис, он же Бин, он же Бисус играет на Ластилере, СС на Фантом Лансере, ну и в сложной будет стоять MJV на Nature's Profit. Да, ну и в комплексе капитан команды, лидер команды, самый веселый чувак Кайл Фридман, либо Суэндлс, играет на Бистмастере, Лимпс играет нас на Templar Assassin, Чейси будет играть на Керридж Гернауте, Зифрик будет играть нас на четвертой позиции Рикимару, и фулл саппорт Винтервайвер на комплексе Тиханскен. Смотрим первую игру этого полуфинала. Напомним, что так же, как и в Европе, мы в Америке с вами смотрим сегодня три матча, то есть это будет два полуфинала и матч на вылет, и мы видим статистику Мемеса, 210 профессиональных игр, 62% винрейта у Бина, у Биис, ну мы называем его Мемес, мы привыкли, он любит мемчики, он говорит спасибо мемчикам, а мы привыкли называть его Мемес, и уже несколько квалификаций мы его только так и называем, так что почему бы и не называть дальше. Ну действительно. Фу Рион у нас внезапно появился в пиках, вот, ты знаешь, мы с тобой очень много матчей посмотрели, в американском регионе захватывали Китай, немного там Европу смотрели, Фу Риона действительно не было, и вот тут его взяли FDL. Что это, домашняя заготовка или вот такая стратегия, которую они решили вот показать непосредственно в плей-оффе? Большой вопрос, Фу Рион от MGV, MGV мы знаем, тоже игрок опытный, в Семере Америки он поиграл во многих турнирах, таких как Канада Кап и так далее, в разных составах, по-моему, в Тим и Хак он начал вообще катать, так что, ну я думаю, с Фу Рионом он совладает, знает, что с ним нужно делать, пока стоит на сложной, на сапоге, пытается не подставиться, и при этом еще, конечно, контролит своих сумонов, которые он призывает. Будут проблемы сейчас у MGV, да, Артик Берн пошел, есть замедление, Блэд Фьюри от Чесси, прям по тавр гонит, будут забирать его, MGV сможет ли пережить, как-то есть сапог, хороший ему в спид, уходит от атаки, от Джаггернаута, еще и на развороте можно Винтерверну побить. Да, неплохо так получилось с MGV, я думал, что пойдет до конца Чесси, но не риснул он, отбивается, кстати, может выбежать опять по тавр, нет, отгоняет отсюда у нас, а Фу Риона, не дают ему здесь стоять, ну и мне кажется, надо Фу Риончику быть поосторожнее, потому что могут его и дальше пойти и дальше пытаться загонять. Смотри, там Зифрик пришел, он Центрик поставил, и MJV видит все прекрасно. да, и, кстати, там у Зифрика еще и проблемы могут быть, потому что у него там сжимают, и надо сюда выходить Чесси и Ханскин и помогать Зифрикам, потому что там сейчас крипы убьют просто-напросто. Это было бы очень смешно, если бы он там не смог вылезти, но... Все обошлось, все обошлось, но при этом, конечно, давление довольно серьезное в комплекте на верхней линии, заходят прямо под Тавр, стараются Тавр подпушить очень быстро, и несмотря на то, что Фу Рион, казалось бы, ну вот в таких моментах он хорош, может, пеньками, может, крипов агрит на себя, все равно Тавр страдает. И здесь Фу Риону нужно сыграть, конечно, ну просто очень хорошо, чтобы Тавр быстро не потерять. Ну, тем временем, пока Трипла на топе заняты у комплекте, все же несколько высвобождаются остальные линии, в частности мы видим Мемеса, который фармит на Ластилере, причем стоит только против крипов, ничего ему не мешает. Ну и в целом, более-менее комфортная ситуация еще и Фантом Лансер на центральном коридоре против Табборта. Да, пока 0-0, пока все спокойно, пока фармит абсолютно спокойно Би, ну, либо тот самый наш любимый Мемес на нижней линии, у него 16 на 3, ну и 16 на 0 у Свиндлза, Свиндлз тот самый лесной бисмастер, по сути, это не четвертая, это третья позиция, потому что это, по сути, оффлейн бисмастер, ну, пока мы видим, начинает он очень хорошо и, ну, будет, кажется, полезным. Такая жадная стратегия от комплексти, потому что суппорт Рикки Мару и вот такой вот лесной бисмастер. Так, у нас там медиа проблема. Текст, далее, лимпа большие трудности, да, и отличный фраг получился, а это все стэнкинг. А он просто взял, пошел на руну, взял себе инвис и вышел внезапно на центральный коридор. Темпларка ничего не видела, ничего не знала, потому что вижен отсутствует на нижнем спауне руны. Ну, ты знаешь, это отличный фраг, это просто отличный фраг для команды FDL, начинают они хорошо, это огромное, огромное подспорье для Phantom Lancer, для того, чтобы дальше развиваться и, в принципе, CC будет этим пользоваться, я уверен. Phantom Lancer будет проблемным, это факт. Так он сейчас уже большая проблема для темпларки, ты посмотри по крипстатам, у него 14 на 8, у темпларки 8 на 3, просто SS переигрывает лимпа. Очень опытного мидера. Да, к тому же ВБ, но только вот сейчас вот так наглеить не надо, потому что можно случайно где-то подстрять и умереть, поэтому надо уйти вот так вот на хэграунд, немножко отпиться. И возвращаться чуть-чуть попозже, но мы видим, что делает этот Phantom Lancer. Молодец. Да, вниз перетянулся на все время Рикки Мару, но вот святое место пустым не бывает, да, что называется, и Зефрику нужно здесь стоять, получать экспириенс, потому что бисмастер просто-напросто отсутствует. Вроде как бисмастер-герой должен быть оффлейнер, но по факту он герой четвертой позиции, потому что лесник. Да, и оффлейнер-вый иики у нас. Получается, что так. Но правда, никто не сказал, что Рикки Мару здесь тоже будет хорошо и спокойно, потому что Сентрики ставятся, у Десаптора есть возможность подцепить, вернуть на Глимс, там, например, кинетик зажать и так далее. Не, ну вот, если он приблизительно знает, где стоит Сентрик, он должен знать, какой у него должен быть рейндж, куда он не должен подставляться, чтобы, по крайней мере, получать экспу, это самое главное. В виде атака пошла, на СС на развороте, хорошо, хорошо сыграли, развели лимпу. Тут, конечно, колденбрейс есть, но вряд ли лимпа это спасет. Хотя рефракшн все еще пытается жить, рефракшн сбили очень быстро, Fairy Fire и последний Spirit Lens просто убивает, уничтожает Templar, а Сасси направляет во второй раз уже за эту игру. Слушай, а это уже проблема, это уже проблема, потому что лимп дважды погибает и вот сейчас прямо тяжело мне сказать, что, насколько это плохо, но Templar, который левел 4, а Phantom Lancer сейчас будет уже 6, и понимаем, что Phantom Lancer дальше и дальше и дальше будет разгоняться, и это факт. Ну да, мне нравится, как играет СС, то есть он держится постоянно с малым запасом здоровья. Ты посмотри, как он отыгрывает. Ну, казалось бы, 58 хп. Лимп не выдерживает, идет до конца по тавр, хочет его забрать и моментально реагирует. Да, и получает кучу дэмэджа. Поддержка суппорта, поддержка Фуриона, крайне мобильного персонажа за счет Телепортейшн, она всегда актуальна и страдает таким образом Теплак. Пока лимпа разводят, как хотят. Ну и FTL демонстрирует хорошую тут. Особенно в стальным коридоре все получается замечательно. 2.06 минута встречи, пока также мы зафиксируем то, что мемес крипов особо не пропускает. У него полный порядок. Ну, друзья, на 6, в принципе, ровненько. Они идут, собственно, с Джиггернаутом, с Чейси. У Чейси тоже будет 37 крипов. У мемеси там на 3 крипа убитых больше. Но Свиндлз вернулся на линию. 6.5 уровень у Свиндлза. Лешил все-таки, стоит постоять здесь. Хотя это непонятно. Тем временем у нас в лесу проблемы с Тэн Кинга. Ворвались на него. Ну и Чейси должен здесь забирать с помощью Блэйд Юри. Начинаем вспоминать. Постоял он на сложной линии. Получил необходимый ему левел. Взял сапог. И теперь начинает доставлять массу неудобств для героя. Бессмастер, Бессмастер на Фронса. Накричал. Фронс, проблемы у него огромные. Ну и с Ханске нам должны зарабатывать фраг. Вот и Свиндлз в игре. Да, активизировались и Рикимару, и Бессмастер теперь. Каждый делает килл. Там тем временем атака пошла еще и МГУ. Тут же Стэн Кинг. Рядышком есть Кекс. Ударили, подкопали. Ну раз я вот такой вот наглый, вряд ли мне что-то сделает один Nature's Profit, у которого нет 6-го левела, который там не может не пробить мне ничего. Ну, как бы по тавру не стоит лезть все-таки. Есть же люди, которые могут и прилететь. Да, Стэн Кинг прилетает всегда. 1-1-2 очень хорошо отыгрывает Стэн Кинг. Сейчас он реагирует на все изменения на карте. ТП-шку у него всегда имеется. Хороший ли он? Ну, может быть, несколько поэкспиринс сейчас просядет. Но, тем не менее, главное, что он сейчас помогает своим кор-героям. Это очень важно. В том кор-герои ему позволят левел набрать. Если что, то пошло. Да, в миде Зифрик получает вот мы видим копье от CC. Сразу же неприятно. Сразу же пол-хп куда-то пропадает. И как только он будет появляться, я думаю, сразу опять-таки будет лететь у него копья. Вот неприятно. Зифрик, здесь стоит, вот лимб. Как в итоге брать Phantom Lancer? Ну, в принципе, есть Beastmaster, будет у него некра. И как-то вот с помощью этого можно разбираться. Есть смокскрин. Так что, я думаю, найдут способа убивать. Ну, да, в последующем, конечно, нужно будет просто придумать какой-то айтем-билд, либо героев, которые будут сражаться с иллюзиями в первую очередь, и постараются очень быстро разобрать. То есть там драка начнет с того, что минус иллюзии, находим нужную цель оставшуюся, главного героя, и уже там за счет Primal Aurora, за счет, может быть, Omni Slash или чего-то еще просто разбираем. Неплохо в этом плане смотрится и Winter Verne, в том числе, потому что Winter Skers, потому что Splinter Blast, нюки полезные, нюки сильно пробивающие, пару фрагов сделали, в итоге все у нас выравнивается. Ну, вот видим, что небольшое преимущество все же есть в комплекте. Смотри, тут сейчас первый Envest Bomb готовится в исполнении FDL, внутри Nature's Profit сидит у нас Life Stealer, ну, как-то вот непонятен был план, и сразу же понял, что что-то тут не так, надо, наверное, вылезать и идти по-другому в атаку, потому что вот с Furion'ом вряд ли мы куда-то полетим, вряд ли мы кого-то найдем, вряд ли мы кого-то убьем. И будут в итоге просто подпушивать линию сейчас French Dedication Law. То есть у них нет на команду ни Базилиуса, ни Ring of Aquila, ни Drum of Engines, никакой Ауры абсолютно они не обладают, нет Бестмастера в команде, но они все же пытаются продавить Тауэр. Получается, пока мы видим не очень-то и круто. Просто если этим же самым заниматься будут в комплекте, у них вот уже все готово. Аквила, Базилиус тоже имеется в том числе, у Бестмастера есть уже Inner Blast, Inner Beast Аура третьего уровня покачки. В общем, если эти ребята соберутся, они Тауэр будут сносить намного быстрее. Ну, пока благополучно дефили нижний лейн, заставили ретироваться в ДЛ. Ну, и фарм продолжается. Ждем появления армлетов, конечно же, у Life Steelers. Именно к этому артефакту он выходит. Ну, это да. С другой стороны, мы понимаем, что пока он выйдет, там уже у Бестмастера будет Некра, там уже у Джиггернаут начнет понемножку выходить в Battle Fury будущий. И, в принципе, тоже не будет стоять на месте герои комплекции. Это факт. И не должны. Все верно. Можно перемещаться, можно использовать Primal Roar по его кулдауну, то есть делать киллы. И чем больше ты киллов сделаешь, тем у тебя быстрее третий Некрадмикон появится, тем сильнее ты станешь, соответственно. Что больше активности ожидаем от игроков обеих команд. Вот, может быть, сейчас будет инфест. Бомба та самая, потому что готов уже армлет у Life Steelers. Можно залезать в кого-то. Неча с Проекта, например. Но больше никого пока и не залезешь. Может быть, внезапный инфест с помощью Phantom Lancer. Вот он смог. Побежали. Но противник находится снизу, об этом знает FDL. Все-таки попытка, так понимаю, разобрать Винтер Виверну, что ли? Ну, немножко многовато сил будет потрачено, если они сейчас еще немножко побегают, выбегут и убьют Винтер Виверну. Как бы, я не думаю, что это там суперкруто. Пятый левел Винтер Виверна. И вот тревела появляется у Си Си. Десятая минута еще даже не закончилась. Есть еще Boots of Travel у Phantom Lancer. Это прелестно. Но все равно он находится на третьем месте. А тот же Мемис на четвертом месте по Night Wars, потому что у Джаггернаута и у Бисмастера все очень хорошо. Суиндус качественно отстоял свой лес и усынулся за все вот сейчас просто отлично. Ой, там стаки наблюдают от Лимб. Ты посмотри, очень много здесь денег через Refraction, четвертый уровень прокачки. Сайд Блэдс тоже имеется, аккуратно подфармивает. Патая Квилла, посмотрим, а что будет в Хейт Лимб. То есть мы на протяжении этих квалификаций видели и Темпларку с быстрым Млег Даггером, с быстрым Дезолятором также были у нас Темпларочки с БКБшками. Лимб пока не показывает своего основного айтем Билда. Но здесь, мне кажется, Дезолятор вообще на ура зайдет или Лимб все-таки в Блинг пойдет, не подумать. Да, есть Рикимара, и Бисмастер все-таки Блинг, наверное, будет поюзабельнее. Бисмастер цепляет, тут же появляется Лип и моментально человек избревает, пока он стоит в роуре, застанен, и ты особо не уйдешь. В таких раскладах обычно все-таки какой-то Блайтстоун хотя бы приобретают до Блинга. Блайтстоун, да, Блайтстоун плюс Блинг, скорее всего, так он сделает. Все-таки Блайтстоун копейки стоит, а пользы довольно много приносит. Пока вот не приобретает, Лимб еще не показывает, что будет собирать. Хорошо, подпушилась топ-линия, вот он МГВ, вот тот самый Инфест, пока работает в качестве курьера Нейчис Профит. Ну, как-то Лайфстилер вроде сидит в нем, но ганков никаких нет. Окей, на базу отправились. В общем, не особо что-то получается. Если посмотреть по вижену, конечно, кое-какие варды стоят, но особо противник под этими вардами не бегает. Вот на топе разве что появляется просто джаггернаут. Полезно было бы джаггернаут разок навестить, потому что мы знаем... А что ты ему сделаешь? Как бы... Ну, хотели через екс, да, можно как-то стараться убить. ХП у него не особо много. И могли бы пробовать. Но пока игра начинается вот как стандартно начинается плей-офф в игре, когда команды боятся, даже команды, которые с заведомо уровнем сильнее, они боятся. Да, комплекции с заведомо уровнем сильнее, но комплекции проиграли в группе FDL. И с этим тоже связаны кое-какие трудности и неприятные ощущения. Наверное, страшно. Опасение. Да, один раз уже проиграли, и второй раз, ну вот, очень не хочется попасть, поэтому... Да и в принципе не сказать, что FDL как-то зажимаются в первой карте, играют вполне осознанно, делают две вещи, которые должны делать, и фармят вроде, и даже гангов парочку сделали поначалу. Поэтому к этому противнику нужно относиться здесь очень аккуратно. На расслабончике не покатаешь. Максимальная собранность, максимальная концентрация, в общем-то, все то, что положено командам, играющим в плей-офф. Так, и бегает. Бегает у нас здесь Рикки Мару, дал вижн на Нейджи с профит. Если кто-то потянется, кто-то из тиммейтов, можно и наказать Фуриона за этот фарм лесной. Но нет никого рядом. Просто разбегаются комплексы, и, видимо, удовольствоваться будут только наличимой информацией о местоположении о героях, не более того. Понятно, Дефрик прям приклеился к MGW. Что он ему сделает? Понятное дело, что пока ничего. Он может просто стоять здесь, лечить экспо, опять-таки подрезать как-то. Ну, это не имеет смысла все равно. Поэтому убегает. Сюда просто Зефрик на фейзах пойдет искать дальше жертв. Пока Рикки Мару, в принципе, пользы особо много не переносит, согласитесь. А вот сейчас это интересный момент. На Рошане. На Рошане, кстати, в ДЛ знают об этом. Разбит, кстати, Хрингвард. Посмотри, где находится Майкс. Посмотри, где находится Лайфстиллер. Внезапно в статире вылезает. Вот он я. Праймал Рорпот отвлекает его в сторону. Тут же ставится статик шторм. Немного пострадал Фантом Лансер. Раскидывает Спирит Лэнс. Есть ультимейт Куриона. Тут же погиб Дисраптор. Теплавка забирает себя Еггис. Винтерс Керс. Ну, Ханскин пытается улететь здесь от Фантом Лансера. Кстати, у него это получается. Выиграл он довольно много времени. Улетает отсюда с Муинблс. Тоже у него получается. А Лимп добивает нас МГВ. Добивает также Леона. И Чесси тоже должен сделать отсюда тэп-аут. Крутится он. Дропнула МГВ. Улетит Чесси. Улетит. Без проблем отсюда Чесси. В итоге Рошана забрали колы. Айгис забрали колы. Сделали минус 3. И все разлетаются. Да, все получилось очень даже круто. Ну, казалось бы, план такой довольно интересный был поначалу до ФДЛ. Зайти. Инфест сатиры. Никто не ожидает. Но как-то вот вылез не самый удачный тайминг, Лайфстиллер. Просто попал под эффект Праймал Рора. Пусть не в него вкастована, так отодвинула. Это вышло боком, конечно. Ну, и Темп Ларк. Вот мы были с тобой абсолютно правы в плане выбора его айтем-билда. Он купил себе и Блинк Даггер, и Блайт Стоун. Сейчас он просто невероятно мобильный, невероятно сильный за то, что у него левел 11. И под Блайт Стоуном носит много урона. И у него есть две жизни, кстати. Зифрик, 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 Зифрик. Очень опасно. Сейчас, кстати, может быть для Мемеса. И он может сейчас умереть просто с мукскрина. А тут же давайте минус. Бин, должно быть. Добьют ли его? Да, добивают. Отличный фраг от Лимпа. 6-3. Комплексити. Вот так вот. Вот моментально, буквально за последние две минуты игры, они обозначают, кто в этой игре будет ведущим, а кто ведомым, скажем так. Ну, странно, почему не ушел Мемес. То есть, казалось бы, вы только проиграли Драку, а ты остаешься в своем лесу, там, где и проходили, скажем так, как основные действия под конец уже Замеса. Стоят ворцы, ворцы очень хорошие в комплексе, агрессивные. То есть, все видно, все перемещения. Ну, ты думаешь, что все, убежали уже, уже там кто-то тпшился, основные коры поубегали, наверное, вряд ли они будут опять врываться в Драку. Но основные коры врываются опять в Драку. И всегда надо помнить, что есть Рики. Рики Дикитави. Да, тут очень много информации стоит. Вот видно, на Станкинга не хочет ворваться в Соло. Нет, в Соло он, конечно, не убьет. Пятый левел Станкинга очень плохо. Это пятнадцатая минута игры у Леона левел 5. Вот об этом я и говорил. То есть, он очень много поначалу перемещался, помогал, но как-то без экспириенс остался. Ни одной прикованной линии к нему не было, чтобы он там делал отход или чего-то еще. Вот вся игра у него в перебежках каких-то, в перемещениях, в тп. Вот отсюда, конечно, и провал по экспе. Шестой действительно нужен. Ну и, конечно, фармить себе на Блинк Даггер, безусловно, важно. Если не погибнет в ближайшие минут 3-4, может быть, сможет. Накапает рано или поздно. Но Рикки Мару тут, конечно, опять-таки в атаке. Рикки Мару дает очень много информации по этой карте. Может быть, он, конечно, не убивает и ассистов не делает, но как же много знают комплексити. Куда бы ни пошел Леон, чем бы ни занимался Форион, кое точку бы он ни выфармивал, везде в курсе происходящего Рикки. Молодец, очень качественно. Пока отыгрывает, покупается. Ой-ой-ой, Мемес. Что вы думаете на эту тему? Я думаю, что он парочку... Я думаю, что это ГГБ полонай. Он парочку гайдов от Лайт оф Хевена послушал, я уверен. Парочку гайдов от Лайт оф Хевена? Да, принцип такой. Когда у нас все плохо, покупаем меда, затягиваем в лейд. Ну, логично, все правильно. Здесь мы видим Ханскен. Проблема у него огромная, что Ханскен умрет здесь, потому что есть фингер. В любом случае, ну, сейчас фингером можно щелкнуть. А почему жалеем-то? Ну, он уйдет, он потом, думаю, с руки запинает. Зачем? Зачем вот это тратить? Ультимейт лучше оставить его на потом. Ханскен потыкал ворды, тут же раздевардят ФДЛы. Ну, окей, посмотрим, что с этим Мидосом будет. Опять-таки, логика, вот, как ты правильно сказал, Light of Heaven, завещал, что все плохо, проигрываешь 7000 голды, проигрываешь 10 000 хп на 16-й минуте, пытайся выйти в Мидос хоть как-то за счет Мидоса сократить вот это вот расстояние между твоей командой и командой соперника. Но, to be honest, I don't believe. Ну, зря, зря не доверяете этому молодому человеку. Он же легендарный плейер. Не, я ему доверяю, но я не верю. То есть, это такое, как бы, я не верю, что у него получится. Так, вот у бисмастера могут быть большие проблемы. Тундерстрайк, Глимс-то есть, четвертый уровень прокачки. Некрадомиконов он вызвал, он попадает под кинетик, под статик. Конечно, бьют бить спокойно Фурион. Ну, и бомба, считаю, никакая не требуется. Думаю, так, вдвоем справятся. Хотя он разворчивается Праймал Рор. Боже, погибает Фурион, бисмастер жив. Да ладно. Конечно, идет до конца СС, даст Spirit Lens, накроет этого бисмастера, но в размен на двух своих тиммейтеров. Да, второй раз уже за игру дропает нас МГУ. Будем надеяться, что все будет хорошо. И так, he's crushing, пишет Swindles у Стэн Кинг. Я просто вспоминаю ситуацию, которая у нас была на прошлых американских квалах, на Манилу, когда одна из команд из-за технических проблем у игрока Драгнил получили вообще техлуз в плей-оффе. И это, конечно, жутко неприятная ситуация. Но надо быть готовым, конечно. И техническую часть его посмотреть. Это было в финале у нас, да, в малом финале Лазеров. То есть в битве за выход в топ-3. Проблемы могут быть у Лайфстилера. Пара ударов с руки. Как же больно, еще и Сомни Слэша накрыл здесь Чесси. Просто минус Лайфстилер на ровном месте. Мы понимаем, что дальше так будет продолжаться. Свой ССИ запрыгнул. Боже, как ему больно. Он прекрасно понимает, что надо сразу же в доппель уходить. Потому что если бы там залетела еще одна плюха, можно было бы там и склеить ласты, конечно же. 9-5. Казалось бы, нету какого-то преимущества по счету бешеного. Нету огромного количества фрагов. Но по Нетворсам вы сами все прекрасно видите. 9-800 Джиггернаут. 9-800 Тэмплор Ассасин. На тысячу отстает от них потом Лайнсер. Ну и дальше идет Суиндлз, у которого тоже все феноменально. У которого все очень хорошо. У которого отличный Нетворс. У которого третий Некрау, у которого вот эти вот тапочки есть. Есть у него все хорошо. Дальше если он вынести Тунблинг, в принципе, вообще все будет великолепно. И можно будет идти забирать вот последние оставшиеся внешние вышки. То есть Т2 на топе, Т2 на миде. И заканчивать игру. Да, комплексы выглядят очень собранными. Но вот сейчас, перебирая те моменты, которые случились в этой карте, уже вот чувствуется, что где-то немного не доигрывает ФДЛ. Это отдача лайфстиллера дважды подряд на ровном месте, на нейтральной территории. Вот там почему на топе бессмастера не забрали? Хотя были тревела у Фантомлантера. Прилети дай спиритленд сразу. То есть вот где-то немного недоработка, может быть немного мискоммуникейшн. Нужно подсобраться, ребята. Вот сейчас подловили Чесси. Очень хороший выход. Отличный минус. За такую наглость и дерзать кор-героя комплексы нужно наказывать. Что он делал один в чужом лесу? Да, опять-таки комплексы тоже начинают расслабляться. Они чувствуют свою силу, они чувствуют свою мощь. Они видят, что появляются хорошие артефакты. И могут уже и наглеть. А наглеть не надо. Надо доигрывать эту игру до конца все-таки. А 7000 преимущества это не так уж и много, если честно. Отыгрываемые деньги, конечно. Тем более, ну, надо брать в расчет то, что Ластилер с Медасом, значит, выйдет в свои артефакты. Фантомлантер, сильный лейд, как ни крути. Герой хороший очень. И против него конкретно здесь мало что можно придумать. Будет более поздний стадий. Он бы с вами не согласится. Например? Здесь, ну, МГУ улетает. Потому что понимаешь, что снизу пошла уже на него охота. Рики 1100 голды. Вот прекратил зарабатывать деньги у нас с Зифрик. Ничего нового у него не появляется. А, барабаны, барабаны, извините. Да, барабанчики есть. Быстрый очень. Кимару. Ну и Смындлс стоит в лесу, ждет кого-то. У него есть ястребы, некоторые ничего не видят. Но Смындлс боится. Вот один раз умер у нас глубоко в тылу врага Джиггернаут. И сразу вот спокойствие такое наступило. И сразу нервишечки. И сразу люди думают, может быть, мы еще не выиграли. Может быть, не так все у нас хорошо. Но он вот тут смог. И пошел там еще один отличный инфест-бомба. В исполнении Стэн Кинга, который все-таки вынес себе блин. Ну, благодаря этому Блингдаггера не смогли убить Джиггернаут. Сейчас расставляют, бегают варды в чужом лесу. Но и где-то встрял на нижней линии. Лимб и зифрик. Вот два пацана, которые моментально сокращают расстояние. Один прыгает. Скрин, блинг, удар. Дезолятор, удары, конечно, просто мощнейшие у лимба. Дезолятор и еще и митрилхаммер. Дэмэджа лють. БКБ себе будет. Давай без БКБ. Давай просто мьелнир. Разваливай молниями. Нет? Шучу, конечно, ребят. Какой мьелнир. БКБшечка, конечно. Старая, добрая БКБшечка, которая спасет от Леона и от Дисраптора. И будет полный порядок. Так, вообще-то надо в FDL задуматься о том, что у них сейчас база будет гореть. Нижнюю линию подпушивает лимб очень серьезно. Два тп плюс глиф. Отлично. И атака пошла сверху. Очень быстро разбирает Леона Бессмастер. Свиндлз таки дождался противника. И второго суппорта также можно накрыть. Минус два в соло от Свиндлза не зря. Не зря он сидел там в кустах и ждал. И снизу, снизу тут же ответочка пошла. Сиси в смоксвине. Пытается зарезать, залетает Бласт. Сиси огромные проблемы, зарезала его. Залетает с ультимайта у нас Джаггернаут. Будет еще Блэйд Фьюри в любом случае. Минус-менес четыре героя в таверне. На базе врага Чести закупается.